Сегодня тот самый случай, когда хочется сделать прямую трансляцию из студии Русской Волны, потому что в гостях у нас Василий. Дафта Васильевич Панк, я бы назвал его представителем Arfeos Luxury Travel and Tours. Доброе утро, друзья. Скажи, пожалуйста, Василий, почему говорим именно о Дакаре, почему именно сегодня? Сегодня мы будем говорить о знаменитом ралле Дакар в связи с участием генерального директора компании Arfeos Group, нашего холдинга Романа Стариковича в гонке 2017 года в качестве пилота команды Автолайф Старикович Хескес. Что такое Дакар сегодня? Где Дакар сегодня проходит? И куда, кстати, можно отправиться в качестве зрителя, чтобы поболеть за нашу команду Автолайф Старикович Хескес? Итак, Дакар это самая, наверное, опасная автогонка в мире. Это гонка, которая проходит каждый год. Сейчас она проходит на территории Южной Америки, начиналась она в Африке. И это гонка на выносливость. Это гонка по бездорожью, которая длится две недели, в которой участвует более 539 команд. Даже гонка на выживание, потому что из этих 539 команд доходят, как правило, только где-то 60%. В пару отрезках несколько слов о том самом аппарате, который будет защищать честь Автолайф Старикович Хескес. Наш аппарат это машина с очень богатой историей Дакара. Это машина, которую производит британский мануфактурер Ралли Рейд, который находится в городе Манчестере. Машина создана на базе Рейндж Ровер. И машина специально приспособлена для гонок по пустыне. Что Дакар сегодня в 2016 году? Итак, Дакар сегодня это второе по популярности событие в мире автоспорта после Формулы 1. На протяжении двух недель Дакар по всему миру смотрит около двух миллиардов уникальных зрителей по телевизору. Немножко поговорим о тех героях, которые навсегда писали себя в историю этой легендарной гонки. Самой легендарной личностью, Василий. Кто был на трассах? Величайшим гонщиком в истории Дакара считается Стефан Петерханцель. Француз, который одержал шесть подряд побед на мотоцикле Ямаха в 90-е годы. Затем переключился на автомобили. Одержал три победы в Африке. А затем уже три победы на новом этапе Дакара. Он не пересел на грузовики еще? Пока нет. Ну значит грузовики пока еще Камазовские, как я понимаю. Пока еще Камазовские и второй по успешности гонщик Дакара, наш с вами соотечественник из города Набережные Челны, Владимир Чагин, который одержал семь побед на команде КамАЗ в классе грузовиков. Сегодня, наверное, самым популярным таким, популярной фигурой это катарец Наса Ралати, из очень интересной катарской фамилии, который одерживал две победы на Дакаре. Чем этот человек интересен еще? Это то, что помимо Дакара, помимо гонок, он также участвует в ралле WRC и очень успешен там. И также у него имеется бронзовая медаль на Олимпийских играх в Лондоне по стрельбе. С Василием сегодня разговариваем о Дакаре. Не просто так, команда, которая может смело защищать флаг Кипра в том числе, Автолайф, будет представлена на Дакаре 2017. Кстати, какой он этот Дакар 2017 года? Каким он будет? Дакар 2017 пройдет по очень интересному маршруту. Впервые в истории будет задействован Парагвай в нем. Начнется гонка из столицы страны, города Асумсион, 2 января. На ней будет 12 этапов. Будет также один день отдыха в столице Боливии, Ла-Пасе. И гонка завершится 14 января в столице Аргентины, Буэнос-Айреса. В 2016 году более 1200 часов показа по ТВ в 73% земного шара. 190 стран смотрела Дакар. 4,5 миллиона зрителей присутствовало непосредственно на трассе. Полторы тысячи журналистов из 130 изданий и интернет-порталов освещали Дакар в прошлом году. И более 1 миллиарда долларов подняли в ВВП страны, на территории которых Дакар проходил. Надо проводить здесь, на Кипре. Кружочек по Кипру, ребята, может быть, а, мотнем? Хорошо будет? Давай о наших, вот, потому что впервые, потому что никогда не было до этого. Давай расскажем о Автолайф-тим. Начало нашей команды это знакомство Романа Стариковича и Насара-Лати на чемпионате мира по стрельбе, который проходил в 2015 году на нашем острове. И Насар вдохновил Романа на участие в Дакаре. С 2015 года, с августа, у нас начинается очень интенсивная подготовка. Мы заказываем у британского производителя Desert Warrior, ну, у Бритрарли Рейд, нашу машину Desert Warrior. Она приходит к нам в сентябре и мы нарекаем ее Bumblebee. Как получилось, что собрались? Ведь найти штурмана, найти человека, который будет заниматься организацией всего этого процесса. Кто помогал, кто будет вас сопровождать там, на трассах? Итак, нам на самом деле улыбнулась очень серьезная судьба, что Насар познакомил Романа с Энни Зил. Это самая известная женщина, наверное, в истории мотоспорта. Это семикратная участница Дакара, неоднократный призер в классе мотоциклов. Также она два раза проходила Дакар на автомобиле. И Роман поехал тренироваться с ней в прошлом сентябре в Марокко. И в Марокко он познакомился с Бертом Хескесом, который был штурманом Энни на Дуу Дакаре. И Берт Хескес согласился сопровождать Романа в 2017 году на гонках. А Энни согласилась стать менеджером команды. Собирается Dream Team. На что надеяться? Надеяться на то, что у нас очень серьезная подготовка проходит. Мы участвуем в локальных кипрских раллих. Мы выиграли их все в нашей категории Т1.2. То есть, можно сказать, мы практически многократные чемпионы Кипра. Единственное ралли, которое выиграть нам не удалось, это было последнее ралли Фомагуста. И, к сожалению, на повороте машина немного занесла, она перевернулась, поэтому мы были дисквалифицированы с гонками. Но, как сказал наш штурман Берт Хескес, перед Дакаром каждому гонщику необходимо хотя бы раз перевернуться, чтобы понять, что это такое. Как готовятся сами пилоты? Пилот-штурман, потому как провести такое количество времени за рулем дело тяжелое. Это очень серьезная физическая подготовка. В данный момент Роман Стрийкович, пилот команды, находится на Кавказе и покоряет высочайшую точку Европы и Эльбрус. Это часть тренировки на Дакаре. Дело в том, что большая часть гонки в этом году проходит на высокогорных территориях Боливии и Аргентины. Поддерживают ли вас партнеры, потому что, я как понимаю, дело-то не дешевое. Нас поддерживают, безусловно. Наша группа компаний очень серьезно вкладывается в команду. И Orfeos Luxury Travel & Tours, и наша вторая компания, Relax Estate, зачерняя компания, которая занимается недвижимостью, являются золотыми спонсорами. Техническими спонсорами является сервис Автолайф. Вся команда механиков поддерживает машину в шикарном состоянии, готовит ее от гонки к гонке. Сейчас они сделали титаническую работу. После вот такой серьезной аварии, которая произошла 17 числа на прошлой неделе, они успели восстановить машину меньше, чем за 5 дней. Да, мы хотели бы поблагодарить наших платиновых спонсоров, компанию RoboForex, за их серьезную очень поддержку. Без их финансовой помощи мы бы не смогли так достойно подготовиться. Также мы хотели бы поблагодарить наших новых золотых спонсоров, компанию servers.com, а также серебряных спонсоров sportbooking.net, оба принадлежащие XBT Holdings. Спасибо вам большое за поддержку. Также хотим поблагодарить Hard Cyprus, наших медиа-интернет-спонсоров, с которыми мы сейчас кооперируемся. У нас даже будет небольшой такой мини-фильм, мини-сериал, который будет выходить каждые 2-3 недели на их портале и на нашей страничке. Вы можете следить за новостями команды на нашем официальном сайте dakar.team, повторяю, dakar.team, а также на страничке в фейсбуке Autolive Dakar. И если вы посетите портал Hard Cyprus, там периодически будут появляться тоже посты о нас, так как они нас очень сильно поддерживают, как команду, которая представляет Кипр. Все ивенты, все, внимание на команду. Ребят, правда, вам удачи от всей души, чтобы не подвела техника в первую очередь, потому что люди уж точно не подведут, потому что собирается по-настоящему дрим-команда, дрим-тим, которая может сравнить только с лучшими командами мира. Вот так вот мы представлены на Кибре в 17-м. Василий, спасибо огромное за этот рассказ. Спасибо, дорогие друзья. Следите за нами на Русской Волоне.